В июне месяце в Астане состоялась международная конференция общественного фонда БУТА, объединившая представителей некоммерческих организаций, министерств и бизнес-структур. Темой мероприятия стали инновационные подходы в предоставлении социальных услуг для детей и молодежи Казахстана. Участники и гости самого высокого уровня смогли оценить достижения фонда БУТА и его партнеров за 4 года работы. То, что здесь сегодня были депутаты парламента, представители исполнительной власти, и сегодня на такой независимой площадке мы смогли донести эту информацию о проделанной работе, о видении. Мы смогли, наверное, не только во время официальной части конференции, но и в кулуарах пообщаться, познакомиться кто-то, обменяться информацией, задать вопросы. Я думаю, авторитет и сегодня заслуги фонда БУТА позволяют сегодня стать той площадкой, на которой могут вот эти мнения обсуждаться различные. После пленарной части состоялись 4 параллельные сессии, где собравшиеся искали ответы на самые актуальные вопросы социальной сферы Казахстана, например, такие, как поддержка детей и молодежи в трудной жизненной ситуации. Модератором сессии на эту тему выступил руководитель одной из организаций – грантополучателей БУТА. Для нас, конечно, для меня лично кажется, что конечный результат должен быть направлен на то, чтобы как можно больше государственных органов было вовлечено или информировано о тех программах, которые реализуются некоммерческим сектором. Потому что для государства это громадный ресурс, чтобы обеспечить свое население всеми необходимыми услугами, тем более, что это категория «дети». В конференции приняло участие более 170 представителей казахстанских некоммерческих общественных объединений, государственных органов, посольств, а также международных организаций, таких как Айрекс, Юнисеф, Сейв за Чилдрен, Всемирный банк и другие. Отдельные сессии были посвящены темам доступности образования. Как руководитель ВУЗа, я должна сказать, что это и хорошая такая мотивация для ВУЗа, для того, чтобы поддерживать тех социально уязвимую молодежь, которые талантливо, ну, по какой-то причине сегодня не имеют возможности учиться. И поэтому мы создаем условия, совместно, если фонд БАТА делает финансовые условия, то мы создаем условия для того, чтобы они самореализовались. И это участие в различных формах самоуправления, в посещении предприятий, в том, чтобы показать свои лидерские и предпринимательские способности и в дальнейшем адаптироваться к жизни. В выступлениях участников конференции прозвучала и тревога по поводу дальнейшей судьбы организатора мероприятия. Как известно, в следующем году планируется завершение программы БУТА. И всех присутствовавших волновала участь почти 100 тысяч действующих бенефициаров фонда. На районных встречах с волонтерами мы уже немножко обсуждали этот вопрос. Мы сожалеем, что фонд свертывает свою деятельность. И это большой урон. Фонд БУТА нас познакомил, взаимовыручкой сдружил. И хотя бы еще три года наш любимый фонд прожил. Итогом конференции стало принятие общей резолюции с необходимыми рекомендациями и предложениями, а также ключевыми направлениями деятельности для всего некоммерческого сектора страны. Что касается судьбы фонда, то этот вопрос продолжает прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами. В любом случае не должны пострадать главные получатели услуг БУТА – дети и молодежь из малообеспеченных семей. Сама Джамая, Фрустем Биалов, Общественный фонд БУТА.